Шесть лет жители села в Туркестанской области живут практически без воды. Живительную влагу сельчанам дают в определенные часы, да еще и под слабым напором. Тем временем у местного бизнеса такой проблемы нет. Водой их обеспечивают бесперебойно. Почему в селе сложилась такая ситуация, разбирался наш корреспондент Сергей Цель. Еще в 2012 году в аулу Султанбека Кожанова провели водопровод по госпрограмме. Тогда люди не могли нарадоваться, но это оказалось ненадолго. Подрядчик выполнил свою работу некачественно, и уже через время начались серьезные перебои с водой. Неделю назад умер мой братишка, и во время похорон не было ни капли воды. Мы не могли даже нормально провести обряд омовения. За 24 часа не набирается и одного ведра. Вода подается с перебоями. Один час есть вода, а остальных 23 нет. Постоянно ее выключают. Говорят, идет ремонт. Хотя при этом в наших банях она есть. Откуда она взялась тогда у них? Большой вопрос. В ауле осталось всего 130 домов. Живет немало пожилых людей. Как рассказывают местные, они обращались к властям не раз. Но только толку от этого мало. Я ходила в областной Акимат три раза. У меня и на телефоне есть все записи. И в район Акимат ходили, и в сельский ходили. Нет никакого решения. Откуда качают воду частники? Ведь в бане вода есть. Как это понимать? В отделе ЖКХ нам рассказали, что вода у бизнеса есть из-за того, что они подключены к другой системе водоснабжения. Бани получают воду из труб, которые были проложены еще во времена Советского Союза. И до сих пор функционируют. Что касается жителей, то над их проблемой уже работают. На ремонт выделили 29 миллионов тенге. По плану работы будут проводиться до 1 августа, согласно договору. Закончив полностью все работы, 1 августа будет подача питьевой воды. Здесь на водораспределительном узле необходимо обновить все устройства. Например, насос, бактерицид, заменить все старые трубы. Вот такие работы. Сельчане надеются, что в этот раз водопровод доведут до ума. И чиновники сдержат свое слово. Сергей Цель, Халамжан Кинджи Бек, Туркестанская область, Первый канал Евразия.